Совсем недавно, в сентябре этого года, по благословению епископа Арестарха была открыта церковно-певческая школа для взрослых. Большинство обучающихся пришли в школу безначального музыкального образования и сомневались, что смогут петь. Первыми студентами певческой школы стали выпускники богословско-катахизаторских курсов. Некоторые из студентов пришли с мыслью, что у них нет ни слуха, ни голоса, но в ходе курса поняли, что все возможно. Результат, конечно, у каждого свой, но страх перед пением преодолели все. Возможности имеют все, буквально все православные христиане, более или менее воцерковленные, если имеют горячие желания, то есть двери открыты для всех. В работе школы активное участие приняли именитые преподаватели Университета культуры. Нам повезло. Мы присутствовали на уроке сценического мастерства, который провел заслуженный артист России, актер драматического театра, заведующий кафедрой театрального мастерства Миршниченко Виктор Васильевич. Я преподаю, я делюсь своим опытом по поводу мастерства актера. Казалось бы, это страшно звучит в стенах храма, мастерство актеров, но дело в том, что, понимаете, были ведь школьные театры, вы знаете, да? Были при церковные театры. Для того, чтобы найти общение с людьми, необходимо знать какие-то законы этого общения. Необходимо знать, что такое вера. Девушка пришла и говорит, хочу быть актерисой очень сильной. Я говорю, ну прочитайте что-нибудь с папой. Папа говорит, а могу я присутствовать? Я говорю, если девушке вы не мешаете, мне вы не мешаете, пожалуйста, садитесь. Только не разговаривайте вместе. Ремесло, которое технологическое, вот мы тоже, я хочу поделиться этим опытом. Для того, чтобы им легче было дойти своей мыслью до прихожан, перед теми, которыми они поют. Вот и все. Работу церковно-певческой школы уже оценили в храмах и соборах города. Да, конечно, это, безусловно, помощь хорошая, потому что девочки, когда приходят на службу, вот, если касаемо устава, они приходят на службу, они уже вникают, они понимают, почему так, откуда это и что, зачем следует. Ну, естественно, сольфеджио тоже. Основы я, конечно, преподаю им, что основное самое, а вот уже более глубокие знания углубленные, это они здесь берут, потому что, опять повторюсь, у нас времени на это не хватает. Пожелание, чтобы они действительно нашли свое место, тот приход, в котором бы они были полезны, и несли свет духовный, свет душевный, теплоту своих сердец с помощью вот этого церковно-певческого искусства. То есть, всю эту информацию, которую они здесь получают, наши преподаватели, и общаясь друг с другом.